Добрый день. Мы рады приветствовать всех вас на дни рождения нашего факультета. Факультет у недавно, за всех недавно исполнился год. Решение о создании факультета было принято учёным советом высшей школы Кабинке 28 марта 2014 года. История у нас пока небольшая, но насыщенная. Давайте я скажу вам несколько слов об основных этапах. Конечно, рассказать обо всём, что случилось за этот год, не получится, но хотя бы основные вещи. Когда факультет был организован, а инициаторами его создания выступила компания «Яндекс», у нас было совсем немного времени, чтобы успеть рассказать о себе нашим будущим экспериментам и партнерам. Работа началась сразу. Мы посетили много школ. Мы поступали на выездных школах, на олимпиадах. В апреле 2014 года, в такой пустой зиму, прошла масштабная презентация факультета, на которой поступали министр связи и массовых коммуникаций Николай Микифоров, ректор нашего университета Ярослав Иванович Людминов, генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волошин. Эта презентация была для нас очень важна и полезна. Видеозаписи можно найти в интернете, посмотреть. Там мы, на самом деле, давали некие обещания. Но вот год прошёл, мы можем рассказать о том, как они реализуются. И практически всё, что там было сказано, сохраняет свою актуальность в год запустя. И вот лето 2014 года, собственно, активная фаза приёмной кампании. Это была драма, которую мы никогда в своей жизни не забудем, когда на новую программу по прикладной математике и информатике на 100 бюджетных мест было подано 230 заявлений в какой-то момент в логиковая точка от людей, которые имели право поступить без вступительных организаций. Но в Высшей школе экономики тут позиция принципальная. Свои обещания мы всегда выполняем. Поэтому было принято решение, что всех, кто захочет к нам прийти без экзаменов, кто имеет на это право, мы обязательно примем. И более того, не менее четверти от бюджетных мест, то есть 25, будет предложено тем, кто поступает по ИГ. Ну, конечно, когда уже была отчетная подведение итогов, кто-то из тех, кто имел право поступить без экзаменов, выбрал другое место. В итоге у нас таково оказалось 147, плюс люди, поступившие по ИГ, плюс контрактники. В итоге на программу по прикладной математике и информатике нам поступило 197 человек. По заправному включению обстоятельств в этой аудитории 197 мест. Но потом мы все-таки решили, что надо создать два потока, что же инфлекции по обликновенным предметам. Слушать такую огромную аудиторию сложно. Поэтому в итоге ребята, которые выступили на первый курс в ПМИ, ПМИ, плотная математика и информатика, разделились на два потока. На программной джигею также был высокий курс, очень высокий проходной балл. Было фонета 130 человек. Общее количество бюджетных мест 80. И в прошлом другое было. 1 сентября мы приступили к занятиям здесь, на Почновском проезде. Здание активно оборудовалось, включало занятий. Тут было три компьютера, класса, стало 9. Расширили количество аудитории, посадочных мест. На самом деле факультет растет. Даже если мы ничего не будем делать, а мы будем делать, но даже если мы будем жить в рамках запланированных планов, то через 100 лет каждый год будет увеличиваться в ближайшие годы на 250 человек. Поэтому наступающий учебный год, это наш последний год на Почновском, летом 2016 года нам предстоит переезд. Точный адрес пока не то, что секрет, я его сам не знаю. Но планируется, что это будет здание в центре Москвы, и мы на это очень рассчитываем. Переезд будет в первом 2016 года дождь. 13 сентября 2014 года, день рождения одного из основателей компании «Якутса» Ильи Сигаловича. В этот день компания учредила стипендию в честь Ильи Сигаловича, которая ежегодно выдается студентам, магистрантам и эспирантам нашего факультета. В декабре сразу несколько событий. На нашем факультете открывается новая магистровская программа под названием «Откратические методы оптимизации экстракастики». Это очень сильный коллектив, научный, «Хремалаб», лаборатория под руководством Владимира Ильича Спокойного. Также в декабре очень серьезный успех по спортивному программированию. Команда наших первоклассников выходит в финал Айсеймовских АД-5. Финал еще впереди, финал будет в мае в Мароке. А полуфинал, который проходил в декабре в Санкт-Петербурге, две команды нашего факультета заняли второе место, получили диплом второй из третий. Но по правилам этих соревнований, команды Четвертого мира по программированию, только одна команда от вуза может попасть на финал. Все наши команды состояли обе из первоклассников, команды «Потый человек» и «Точник» было шесть. То есть есть четверо, которые первоклассники бакалавриата, и двое первоклассники магистратуры. Надо было выбрать одну из двух команд. И тут тоже правило формальное, та команда, которая быстрее решила предложенные задачи, это и победит. Поэтому в Мароке у нас появилась команда из трех первоклассников бакалавриата. Мы желаем им успеха. Но поскольку количество раз, которые команда может участвовать в финале, ограничено, мы очень надеемся, что те, кто поступит к нам в этом году, также примут участие в работе Центра студенческих олимпиад. Мы организовали в синтепре прошлого года специальное подразделение, в Центр. Вот это его первый большой успех. На самом деле, как он проводит еще много активностей, вы можете посмотреть на сайте, то, что делает Центр, там отражено, и это не только Осейновский олимпиад. Январь, уже этого, 15-го года, на нашем факультете открывается новая лаборатория, которая называется «Ланда». Это уже третья лаборатория на факультете. Сегодня будет презентация лаборатории, вы можете о них узнать, и это основа для факультетской науки. Мы решили отпраздновать день рождения факультета в целом ряду акций, которые мы собрали в единый комплекс мероприятий и категория наук. Они проходят у нас 1-го апреля, сегодня как раз в 3-м день, одна из фурдинов. А все началось сейчас 1-го апреля, когда мы вручали первое степень из Центр. Секаловича, подводили итоги первого конкурса. Было отобрано 10 студентов-бакалавриата, из них 5 первокурсов. Мы полагались на экспертную оценку, мы не считали никакие баллы, мы собрали, насколько смогли, у всех преподавателей, от учебных офисов, от студенческих советов, кандидаты, и после этого комиссия 14 человек выиграла из них лучше. Это была огромная, заплатливая работа, но мы надеемся, что она удалась, и те, кто получили уже это степень, они в ближайшее время станут лидерами в области компьютерного смол. Также было 3 манистранта и 3 аспиранта. А сегодня у нас день дошкольников. Мы решили отойти от стандартного формата. Мы проводили в стандартном формате день открытых дверей на АМИ, также медиазаписи доступны в интернете. Сегодня мы решили сделать мероприятие существенно более разнообразным, насыщенным, и я надеюсь, вам понравится. Субтитры создавал DimaTorzok